Доброй традицией в нашем городе стало проведение лицейского бала. В нынешнем году учащиеся первого лицея, переработав обширный исторический материал, представили на суд зрителей взволоманный рассказ о династии Романовых. Известные факты русской истории ярко и зримо были подданы в творческой интерпретации лицеистов. Что такое лицейский бал? Это девушки в красивых платьях, ребята в элегантных костюмах. Это бальные танцы и мелодичные песни. Да, все это здесь есть. Но вместе с тем есть и серьезнейший разговор о победах и поражениях русских царей. Ведь именно династия Романовых определила судьбу России с начала 17 века на последующие 300 с небольшим лет. Проза и стихами лицеисты рассказывают о Романовых. Рождение и становление династии было нелегким. Воцарение Михаила Романова, родоначальника династии, положило конец смутному времени, отмеченному горестями для народа. От Михаила через его сына Алексея протянулась золотая нить власти к внуку, первому императору России Петру Великому, который провел настоящую революцию сверху, преобразовав страну. О Петре Первом, основателе Петербурга, волшебные стихи Александра Пушкина. И думал он, от сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на слон надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым им волнам, все плаки в гости будут к нам. И запируем на просторе. Бал продолжился рассказом о 18 веке. Его можно назвать веком императриц. Ведь за столетия их было на российском троне четыре. Екатерина, Анна, Елизавета и Екатерина II, которую также называют Великой. Время ее правления – это настоящий прорыв России. Большие достижения в экономике, государственном управлении, науке и культуре. Блестящий век Екатерины – время светских балов. И в завершение бала собравшиеся узнали много нового о времени правления последних русских императоров в 19-м – начале 20-го века. Ребята говорили как о плюсах, так и о минусах каждого правителя огромной империи. Но что подкупало, так это неподдельная любовь к России и ее великой истории. Меня особенно впечатляет и привлекает история российского государства. Я сдаю экзамен по истории, и поэтому все, что сегодня было оговорено на этом вечере, мне знакомо. Я считаю, что каждый патриот своего государства должен знать историю. И я горжусь, что я ее в какой-то степени знаю. Собственно, всем этим балом мы хотели просто напомнить о том, что Россия – это великая страна, и у нее великая история. Завершился лицейский бал исполнением замечательной песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Очень искренно и точно подытожило мысли и чувства всех собравшихся директор первого лицея. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы даже поедали в Заши. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот это настолько было прорисительно, настолько было высоко, это настолько было верно, и какие чувства, какие эмоции мы переживали. Ведь огромное вам спасибо, что вы нам позволили и радоваться, и чаяниться, и гордиться, и сопереживать, и где-то плакать, потому что вот такая корочность, и все это связано с тем, что это наша история, что мы русские. Трудно переоценить роль, которую сыграла в организации БАЛа Евгения Осминкина. Я думаю, что наши дети должны знать свою историю, потому что не зная прошлого, не будет будущего. Я думаю, что в русской истории было много таких моментов, которыми нужно гордиться. Мы можем и должны гордиться нашей непростой и великой историей, и в ней находить силы для развития. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».